Ну что же, друзья, продолжим наше рассуждение о том, что же нас ждет в ближайшее время, каких проблем ждать, и сегодня об девальвации. Грозит ли нам девальвация? Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Что еще мы пережили в свое время? Это девальвация. Девальвация – это потеря покупательной способности валюты. И вот здесь я уже могу сказать точно, она не просто нам грозит, она идет уже полным ходом. И что делать во время девальвации? Ну, почему я утверждаю, что девальвация идет полным ходом? Сейчас я попытаюсь объяснить. Смотрите, люди говорят, что девальвация – это вот, ну, когда покупательная способность денег падает. А когда она падает? Когда деньги печатают. И что происходит в это время? Ну, цены на все растут. Вот. И грозит ли это нам? Нам. И что делать? Почему я считаю, что девальвация идет уже? И почему мы ее не замечаем как-то? Но пока она не коснулась потребительских товаров и потребительских цен. Это да. Но чего она коснулась и где она идет? Давайте вспомним, что сейчас происходит в мире. В мире сейчас кризис и все падает, там предприятия закрываются для того, чтобы… Да, и начал падать индекс S&P 500 в свое время, да, мы помним. Он начал падать в марте месяце. Сейчас я вам его покажу. Вот, в марте месяце. Традиционно что делает США, значит, мировые банки для того, чтобы поддержать экономику? Ну, снижают ключевую ставку. Вот, снижали ключевую ставку, поднялось немножечко и пошло валиться дальше. То есть, не помогло. Все, а ставка уже снижена до минимума. Что начинают делать США, ФРС США? Начинают печатать деньги, включают программу КУЕ. Бешеными триллионами печатают деньги и раздают. Раздают кому? Ну, раздают часть населению, часть, значит, через финансовую систему идет в банках. И что значит вот эта программа КУЕ? Это значит, что печатают ничем не обеспеченные деньги. Это и есть потеря покупательной способности. В данном случае доллара. Вот в этом тонкость. То есть, смотрите, девальвация идет в долларах. А что же происходит с рублем? Почему, значит, да, и куда деваются деньги? Что делать? Посмотрите. Вот, начали делать КУЕ. Деньги раздают людям, чтобы люди покупали побольше товаров. Ну, люди не стремятся купить побольше товаров. Люди стремятся просто их отложить, во-первых. А во-вторых, ну, люди готовятся к худшему. Ну, люди сидят дома и просто получают деньги ни за что. Просто так. Это долго, понятно, продолжаться не может. Что делают банки? А банки как раз не стремятся раздать деньги никому. Банки сейчас просто деньги берут. И как люди точно так же, они берут деньги, собирают их и складывают куда? В кубышку. Для чего они это делают? Банки прекрасно понимают, что будет хреново. И хреново будет всем. И прежде всего людям. Люди станут жить хуже. И люди, которые набрали кредитов, ну, в США в частности, они их перестанут возвращать. Кроме того, корпорации, которые набрали кредитов, а потом встали, продаж нет. Они говорят, ну, а что возвращать, когда нечего возвращать? И будут невозвраты по кредитам. Поэтому вот в этом квартале, в прошедшем, уже по отчетам видно банков, что банки создают огромные резервы, которые покроют убытки от невозвращенных кредитов. То есть банки создают резервы. Куда они вкладывают эти резервы? Ну, вот, в частности, фондовый рынок точно так же. Они скупают, и ФРС скупает казначейские обязательства, то есть надежные ценные бумаги. И те бумаги, которые вырастут. Первое. Второе, значит, смотрите. Что с рублем? А с рублем то же самое. Предприятия останавливаются. Соответственно, рубль, когда предприятия во всем мире останавливаются, им уже не так нужна нефть. Наш основной продукт, который мы производим. Экспорт нефти падает, цены на нефть падают, мы знаем все. А рубль обеспечен чем? Ну, экспортом прежде всего нефти. Нефть не экспортируется, и поэтому рубль тоже падает. Просто они падают синхронно. И люди говорят мне, а что же делать в этом случае? Ну, то есть, вот девальвация идет. Ну, вот мы это видим, да? Ну, посмотрите, что делать. Что мы делали, когда у нас была девальвация, ну, в 90-е годы? Инфляция, и, значит, соответственно, тоже необеспеченные рубли печатали. Что мы делали? Мы избавлялись от рублей. Мы избавлялись от рублей. Как мы от них избавлялись? Мы покупали доллары. Ну, а сейчас что делать? И люди привычно говорят, а давайте будем покупать доллары. Но я не зря сказал, что девальвация идет. Прежде всего в долларах, потому что доллары печатать необоснованно, а не рубли. То есть, смотрите, рубль обесценивается по экономическим причинам, потому что экспорт падает. А вот доллар обесценивается по причинам уже совсем другим, его печатают. И Трамп неоднократно говорил, что мы хотим опустить доллар. Давайте посмотрим на динамику доллара к основным валютам, корзине валют. Есть такой индекс. Давайте посмотрим вот здесь сайт Finviz. Есть раздел Currencies. Это валюты. И вот он доллар, посмотрите. Если кто-то говорил, что нет девальвации в долларах, что доллар такой крепкий. Вот посмотрите на свой крепкий доллар. Вот он, март месяц. Доллар начинает падать с коронавирусом. И пошел кризис в марте. Что происходит в кризис? Люди в панике бегут скупать доллары. Вот они скупали доллары. Доллар резко вырос. Трамп говорит, надо опускать доллар. Надо опускать доллар. И, соответственно, доллар начали куе печатать. И, соответственно, доллар пошел опускаться. То есть, это вот программа куе. Ребята, вот она. Вот программа куе. Это печатание долларов. Доллар стал опускаться. Потом он стабилизировался. На все еще высоком уровне. 99,10 это корзина основных валют. Но Трамп говорил, что для того, чтобы поднимать экономику Америки, Трамп, прежде всего, беспокоится, естественно, о своей стране, об Америке. Надо еще, так сказать, больше. И, значит, включают там еще программу помощи. Опускают еще доллар. И вот он опустился еще. И экономика все равно не растет у Америки. Коронавирус растет сейчас. В данный момент обсуждается пакет помощи. Следующий. Но там большой-большой затык, что будет дальше. Вот такая ситуация с долларом. То есть, есть девальвация в долларах. Давайте посмотрим в более, ну, в другом масштабе на этот график. Вот. В 2018 году доллар был самый минимальный. И здесь 16, 15, в 14 году. Но в 14 году вот был еще ниже. Поэтому доллару еще есть куда падать. Это доллар относительно корзины остальных валют. То есть, я бы все-таки, вот, ну, люди говорят, надо покупать доллары. Я бы все-таки не торопился покупать доллары. Давайте посмотрим на евро. Евро уже по отношению к доллару. Вот, евро растет. Причем очень здорово растет. Почему? Ну, потому что евро печатают, конечно, но не в таком бешеном количестве. Не в таком бешеном количестве. Вот давайте иену посмотрим. А иена более стабильная. Она не растет. Ну, то есть, она падает синхронно с долларом, грубо говоря. Вот. Ну, английский фунт в связи с Brexit, в общем, сказать, не знаю, не знаю. Канадский доллар. Ну, Канада целиком зависит от Америки в основном. А вот швейцарский франк. А он растет в последнее время. Вот так. Австралийский доллар. Тоже подрос. Хотя там тоже есть проблемы. Ну, новозеландский брата австралийского. То есть, как бы здесь ничего нового. Что растет? Куда вкладывать? Давайте посмотрим. Ну, нефть не растет. Это понятно. Потому что нефть зависит от экономики. А вот металлы. Давайте посмотрим на металлы. И здесь картинка совсем другая. Золото. Друзья мои, растет золото. То есть, девальвация прежде всего выражается в росте цен на золото и в росте цен на акции. Но акции, как бы, могут расти, могут падать. Вы понимаете, да? И какие акции растут? Акции растут сейчас интернет-компании, которые занимаются доставкой, которые занимаются в офлайне. Значит, там никакие, так сказать, производства. Это чисто вот Амазон, Майкрософт, там онлайн-конференции, это Zoom вырос там в два с лишним раза. Вот. Такие вещи. Потом Нетфликс вырос, потому что люди сидят дома и смотрят телевизор, кабельное телевидение там. Пожалуйста. Вот они, акции, которые выросли. Сейчас растет биткоин. Опять же, золото. Друзья мои, золото. Но золото в металле покупать сложно, поэтому, опять же, надо идти на биржу. Потому что на бирже можно купить золото намного выгодней в виде ценных бумаг, которые обеспечены золотом. В частности, ИТФ есть на золото. Есть различные ИТФы на золото. Что такое ИТФ? Это Exchange Traded Fund. Это фонд, торгуемый на бирже. То есть, компания берет, значит, вместе, ну, собирает деньги с инвесторов и покупает на эти деньги металлическое золото. И говорит, что вот эти бумаги обеспечены металлическим золотом, которое хранится вот там-то и там-то. Значит, вот договор на хранение металлического золота. Каждый ваш доллар, вложенный сюда, обеспечен золотом металлическим. Ну, и, значит, соответственно, эти бумаги легко можно купить, легко продать. Никакого НДСа, никакой переоценки, никакой оценки, никаких проблем с хранением. Все включено. То есть, есть ИТФы на золото, которые можно купить на бирже. И есть фьючерсы, в конце концов, ну, это коротко, это очень быстро, так сказать, там, ну, они краткосрочный инструмент. Фьючерсы это не очень хорошо. Фьючерсы для спекуляций краткосрочных подходят, а не для инвестиций. А вот для инвестиций подходят, опять же, акции золотых компаний. Их тоже надо покупать на бирже. В частности, я рассказывал, ссылочку на видео вы увидите, значит, что там акции какие-то, некоторые из моих акций выросли на 100% за год. То есть, в два с лишним раза, уже там, в два с половиной раза выросли. Какие это акции? Полиметалл, полюс золота. Вот они выросли. Это акции золота добывающих компаний. Год назад я говорил, что надо покупать акции золото добывающих компаний. Я их купил себе и не пожалел. Давайте посмотрим на следующие металлы. Серебро. Серебро. Точно такой же примерно график. Но серебро отставало очень здорово. А потом рвануло вверх за золотом, потому что, ну, куда же оно денется? Что происходит с серебром? Да, кто добывает серебро? Серебро как раз добывает полиметалл. Та самая компания, которая у меня выросла в два с половиной раза. Вот. Ну, то есть, была там сколько, я не помню, там на 6 тысяч рублей куплено, потом 17 стало. Или это полюс. Вот. Ну, короче говоря, в два с половиной раза у меня увеличилось. Полиметалл добывает больше серебро, но еще и золото. Полюс золота в основном золото. Дальше. Платина. А платина пока еще не выросла. И не знаю, вырастет ли. Потому что платина все-таки не такой драгоценный металл считается. Медь. Медь это промышленный металл. То есть, медь зависит от промышленности. Промышленность сейчас, ну, в общем-то, не растет. Вот этот рост был только за счет Китая. Потому что в Китае экономика как раз восстанавливается. И вот он, палладий. Вот палладий уже, ну, здорово вырос и будет, как ожидается, расти. Кто добывает палладий? ГМК Норникель. Друзья мои, как вы видите, что все дороги ведут, опять же, на биржу. Для того, чтобы защитить свои деньги от девальвации, надо идти на биржу и покупать соответствующие инструменты. Как это делать? Как открыть брокерский счет? Пожалуйста, ссылочка будет вон там и вон там. Вы сейчас увидите, как начать инвестировать, как открыть брокерский счет, как его пополнить, как установить терминал, как выбирать соответствующие инструменты, как их покупать. Все в подробности. И даже как спекулировать ими, значит, на срочном рынке. Все подробности вы узнаете об этом, о самых надежных инструментах биржа для чайников. Мой сайт demetkovyur.com И я вам без лишней скромности скажу, что это лучший ресурс для новичков, для чайников. Почему я его сделал? Потому что когда-то я сам был чайником и я прошел через вот эти вот препятствия, которые стояли передо мной, для того, чтобы освоить все это. И я сталкивался с трудностями. Обо всех этих трудностях я рассказываю на этом курсе, как их обойти, чтобы не потерять деньги. А деньги надо не терять, а деньги надо зарабатывать, чтобы они приносили, становились больше, не терялись. Если вы оставите деньги в рублях, они обесцениваются. Если вы оставите деньги в долларах, друзья мои, не будьте наивными. Вы видели график доллара. Вот он. Тоже. Сейчас, ну, кажется, золото. Хотя, честно говоря, по большому счету, вы уже немножечко, ну, припозднились. Вот. Это надо было делать раньше, но лучше сделать поздно, чем никогда. На рынке, кроме всего прочего, можно зарабатывать и на падении. Это опционы, это фьючерсы, это срочный рынок. На нем я тоже рассказываю, но это уже, скорее, другой курс по опционам. Поэтому всегда можно заработать в любой ситуации, если вы вооружены знанием. Поэтому, биржа для чайников, ссылочка и опционы. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Жду от вас лайков. И что еще ждать в текущей ситуации, об этом я расскажу позже. Но что это будет, я могу сказать уже. Я расскажу, почему не падает доллар, почему не растет доллар. И вот об этом будет. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...